Хейбула хотел связаться со мной, что-то. Когда он вызов мне бросил, сказал, что нужно поувереннее это делать. Он готов там и на улице со мной, еще что-то. Бывает, его из стороны в сторону болтает. С Топ-Догом нормальные отношения остались? Мы вообще, в принципе, не рассматриваем кулачку. В тюрьме отсидели, которые по нескольку убийств сделали. И будет слаще его наказать потом в ринге. Не Пулин там что-то мне вызов там кидал. Но так как я бью его, ему еще не прилетало. Владимир, скажи, что тебя привело на турнир нашего дела? Так получилось, да, должен был на правде во Владикавказе быть. Бой отменился. У меня сегодня сокомандник, которому помогают в тренировочных процессах, Влад Палач Сурков, боксирует сегодня с Тольятти. Поэтому приехали поддержать, ему помочь в углу, размять. Ну, короче, в плане спортивной деятельности во всем ему помочь. И вывести его на ринг и поддержать, конечно же. Скажи, как узнал, что ты делал в момент, когда тебе сказали, что боя с Маратом не будет? Как отреагировал? Не удивился вообще, типа, так и думал. Да, я просто понимал, почему-то вот у меня такая в душе была задняя мысль, что, скорее всего, боя не будет. Я плодотворно трудился, готовился, разбирал Марата. Не было никакой недооценки. Ну, просто вот, когда мне сказали его имя, у меня было вот именно такое ощущение, что боя не будет, будет какой-то срыв, травма, я не знаю, какая-то ситуация. Это просто произойдет. Это просто как чуйка, да? Да, наверное, бывают просто такие моменты. Я, во-первых, и сказал, да, когда он вызов меня бросил, сказал, что нужно поувереннее это делать. Потому что чувствовалось какая-то все равно. У него было это как опасение вызвать меня. Чувствовалось его переживание. Возможно, потом какие-то громкие слова от него будут, да, что там я ошибаюсь. Но я был готов к бою. У него так получилось, что травма, ему только здоровье. Но у меня было такое ощущение, что бой не состоится. А ты просил кого-то за место Марата или, ну, как бы, снялся и все? Нам написали, с нами связались, сказали, что Марат травмировался. Пообсудили по поводу соперников. Обсудили, смотрели, искали, связывались. К сожалению, все отказались. Поэтому, да, и в принципе, шесть дней было до боя и, как бы, травма. Поэтому я понимал препятствия, что будет сложно найти оппонента. Но все, что не делается, все к лучшему. Сегодня мы на нашем деле встретились. Вот в такой атмосфере проведем время. Поэтому. Ну, ты, получается, вывел себя на пик формы, да, я так, наверное, ты сейчас очень хорошо готов. А что, ну, чувствую там организм и ментально себя, как чувствуешь? Вот ты, вроде бы, вывел себя на пик и в бою не было. Некуда этот пик выплеснул. Привык уже боксировать, да, вот так вот, друг за другом. Бой, бой, бой идет. Я понимаю то, что если не сейчас, то в мае подержусь. Да, если не в мае, то потом по-любому я в следующем месяце побоксирую. Я думаю, это что-то вопрос времени просто, когда я выйду на ринг. Я чувствую себя максимально свободно, расслаблено, сконцентрированно. Потому что я знаю свою работу, свое дело. И когда мне скажут имя, фамилию, я буду готов выйти и показать максимум. И выйти и показать максимальную форму. Для меня несложно быть в форме, да, потому что я всегда себя удерживаю в хороших кондициях. Просто когда так бой, я больше выхожу к пику своему. Вот. Я буду дальше работать, готовиться, совершенствоваться. И буду ждать поединка. Все, все, все морально спокойно. Потому что ты знаешь, что это твоя профессия. Она рано или поздно произойдет. Ты сказал сейчас про мае, что, ну, возможно, будет бой в мае. Это уже какой-то инсайд или пока так наметки, что, ну, подерешься с кем-то? Нет, я просто, в принципе, у нас в команде, да, когда отменился поединок, зашло обсуждение по поводу того, что, как бы, все равно нужно провести бой. Я сказал то, что я готов в мае выйти в ринг. И я готов к любому предложению. Поэтому сейчас моя команда работает. И, в принципе, ждет предложение от организации. Мы готовы провести поединок. Вот Хетек накануне давал интервью. Его спрашивали, естественно, про твой бой с Хайбулой Мусалова. Потому что и ты этого боя хочешь, и Хайбула хочет. Хетек сказал, что считает, что тебе еще нужно там один-два боя в боксе провести, чтобы можно было сделать этот бой. А как ты считаешь, то есть нужно ли тебе вот еще проводить там дополнительно бой-два в боксе, чтобы выйти на Хайбулу? Честно, я абсолютно согласен с тем, что мне нужны еще бои, потому что у меня всего три боя четырехраундовых. Хищник, он хочет бой 10 раундов. Это уже совсем другая цифра. И чтобы до этого добраться, мне нужно побоксировать шестираундовые бои, восьмираундовые бои. Что, в принципе, просто понять себя, как я себя в этой связи чувствую, да, и куда мне надо развиваться и расти. Регламент в любом случае он увеличивается, становится больше, готовность другая совсем должна быть. Да и я могу сказать так, что и соперники будут в любом случае непростые. Мне нужно еще в любом случае в такой манере, да, как в профессиональном боксе, это в больших раундах, просто почувствовать себя с соперниками, как я себя буду чувствовать, как я буду дышать. Я думаю, что это в любом случае необходимо для того, чтобы по рейтингу продвинуться. Я думаю, что бой с Хейблой Мусаловым, он же, в принципе, может быть и титульным. Потому что он также очень довольно-таки большой вес имеет в профессиональном боксе. У меня также он есть. Почему бы нам не подраться, в принципе, за титул, да, и сделать 10-раундовым поединком, там, или 12-раундовым боем. Ну, просто мне нужно до этого еще добраться. И я, как бы, абсолютно с этим согласен, что мой рейтинг в боксе сейчас гораздо ниже, чем Мусаловый. И мне просто нужно еще догнать его. Знаешь, у каждого, наверное, профессионального бойца есть такой понятный антагонист, про которого все спрашивают, типа, а когда бой с ним, а будет ли бой с ним. Вот Хейблла стал ли для тебя таким человеком, про которого у тебя постоянно спрашивают, типа, когда бой с Хейблой? Да, постоянно. И куда бы я ни пришел, меня спрашивают, когда бой с Мусаловым. И, как бы, от этого вопроса не уйдешь. И я думаю, что, я уже не раз говорил, что этот бой состоится 100%. Просто вопрос времени. Но я думаю, то, что годик, годик по-любому пройдет. Я добью вот эти бои в боксе для того, чтобы мы смогли сделать 10-раундовый бой. И мы это сделаем. И порадуем всех красивым зрелищем. Видел реакцию Хейбллы на твой отрывок из интервью РБ Спорт про то, что, ну, будет, скорее всего, придется потолкаться перед боем. И как Хейблла отреагировал? Нет, кстати, не видел. Но мне говорили, что Хейблла хотел связаться со мной что-то. Что-то спросить, что-то обсудить. Честно, сейчас просто была, во-первых, у самого подготовка к поединку. Потом у меня спортсмен готовится. Я тоже очень много сил туда пустил. И как бы просто не было момента отвлечься. Я думаю, это же до меня сейчас это дойдет, информация. Ну, так даже интересно. Это же наоборот хорошо. Это круто. У него вызвались эмоции. У него какое-то желание появилось что-то сделать. Это привлекает аудиторию. Мы таким образом это прогреваем. Это круто, наоборот. Там, знаешь, никакой агрессии не было. Ничего такого, никаких угроз. Но просто он сказал, что, мол, если со мной кто-то попробует что-то подобное сделать, я это не буду решать в спортивном ключе. То есть, типа, это не про меня вот эта история. Ну, я понял. Ну, я, в принципе, слышал от Хайбулы, что он готов там и на улице со мной, еще что-то. Поэтому, да, у него бывает, то он чисто спортсмен, то у него такие вот. Он немного иногда бывает, его из стороны в сторону болтает. Но ничего, мы с ним это все решим в ринге по-спортивному максимально. Подарим любителям единоборств зрелища, да. А вот эти разборки на улице, на улице. Мы спортсмены, мы люди, мы мужчины. Мы всегда можем это решить словами, если мы это разбираемся на улице. Если мы разбираемся не на улице, а в ринге по-спортивному, то мы бьем друг другу лицо. А вот это вот, я там сильный на улице, не на улице. Ну, мы приходим в зал для того, чтобы доказывать, что мы сильные. Мы в ринге это докажем. В интервью Дани Рогиста, по-моему, у Ким Чи на подкасте, он рассказывал про твою ситуацию с стоп-догом, что у вас все нормально в отношениях, но пока вот твой менеджмент, я так понимаю, не заинтересован в том, чтобы ты дрался на голых кулаках, поэтому непонятно, будешь ли ты, в принципе, драться на голых кулаках. Как история вот с стоп-догом с твоей стороны выглядит? То есть, будешь ли ты драться, не будешь? На данный момент мы вообще, в принципе, не рассматриваем кулачку, да. Сейчас инициатива вся упала больше в бокс, вот, потому что хочется, во-первых, сделать эти громкие бои, которые есть, да, потому что я слышал и Никулин, там, что-то мне вызов там кидал какой-то уже. Ну, что, я рад буду с 7,7 спуститься, побоксирую. Я думаю, то, что Никулин, в принципе, его били сильно, да, но так как я бью его, ему еще не прилетало, поэтому... Как раз я так, кстати, и сказал, что бой с Никулиным, это такой рассматриваемый вариант. Я так понимаю, Никулин там и высказался в сторону Марата, что он якобы в нашем поединке, скорее всего, выйдет победителем. Я так понимаю, зуб на меня точит чуть-чуть по чуть, вот, ну, блин, это круто, это, наоборот, трешток, это привлекает других людей, которые не молчат, которые не будут просто отсиживаться на конференции и делают просто вид то, что, ну да, он сильный соперник, с ним будет сложно, я что-нибудь попробую. Этот будет качать по полной, привлекать внимание, и будет слаще его наказать потом в ринге, вот. Поэтому буду рад и этому поединку, и, конечно же, мой вызов, который я кидал, Словенский из БиКиевсе, я буду рад с ним также подраться по боксу, да, я буду рад с ним подраться по боксу. Я думаю, сейчас вот эти три боя, Мусалов, Никулин и Словенский, это те три боя, которые медийно смогут мне сильно прям очень помочь, продвинуться вверх, я хотел бы эти бои провести. Ну и также постепенно набивать также боксерский рекорд, потому что мне нужны бои не только громкие, известные, а также мне, в принципе, нужно двигаться по мировому рейтингу, чтобы боксировать за титул чемпиона Европы, другие различные профессиональные титулы, потому что для меня сейчас есть цель, это титул чемпиона Европы по профессиональному боксу, я хочу к ней двигаться, хочу ее достигнуть, для того, чтобы моя карьера в профбоксе дальше двигалась и развивалась. Я не говорю то, что я убираю полностью кикбоксинг, кикбоксинг также у меня есть в голове, я хочу по нему выступать, но это будет в те моменты, когда это не будет мешать моей профессиональной карьере именно по боксу. Не хотелось бы, чтобы сейчас то первоначальное звено, которое мы ставим для себя, профессиональный бокс, чтобы он так же шел, развивался постепенно. И то, что может ему угрожать, получение травм или просто неудобный бой, мы будем стараться двигаться больше в профессиональном боксе. Если у меня будут варианты выступить по кику, как я вот недавно совсем выступал, почему бы нет, я буду готов выйти, подраться для того, чтобы быстро перестроиться. В чем мой плюс, то, что я умею быстро перестраиваться, просто находить правильный подход, выстраивать правильный тренировочный процесс по физподготовке, включать те мышцы, которые работают в кикбоксинге, в боксе, и просто соединять, гармонировать свои тренировочные процессы, чтобы не терять по физу. Для фанатов тебя на голых кулаках, видимо, закончилась история твоя? Ну, хочу в BKFC сейчас, вот моя цель это BKFC, я думаю, то, что сейчас, когда кулачка, она опасна для профессионального бокса, поэтому сейчас нужно сделать дела в боксе, вот, потом я вернусь в кулачку, и хотел бы, чтобы это было BKFC, и я хочу доказывать на международном уровне, что я сильный, что я один из лучших, и хочу титул все-таки до России довести. Есть продвижение в этой истории, в сторону BKFC? Да, есть общение, постоянно происходит, в принципе, из-за того, что, как бы, есть уже спортсмены из Гагарина спортменеджмента в Америке, они уже боксируют на кулаках там, вот, контакт и общение по поводу моего выступления там, оно постоянно происходит, просто сейчас, как я уже сказал, у нас есть интересы в профбоксе, и нужно просто вот эту вот паузу небольшую удержать. Я так, я могу сказать точно, все, кто любят мои бои, все, кто следят, они 100% меня увидят на кулаках, и я думаю, я вернусь и буду радовать зрелищными, жесткими боями, потому что 5 раундов по 2 минуты, это непросто, это жестко, и это... Для меня это будет именно уже такой профессиональный бокс на голых кулаках, потому что регламент длинный, и там мне нужно будет быть в пике, потому что кто бы как что ни говорил, что там слабые, там легче, чем в России. Нет, там свои ребята, там те люди, которые в тюрьме отсидели, которые по нескольку убийств сделали, они там дерутся, и при этом они еще профессиональные спортсмены, и при этом они еще там много чего-чего грязного делали, и на самом деле настоящие такие прям изверги гробу. Да, гангстеры, на самом деле, да, как вот тот же Нейд Диас, да, который сейчас там просто на улице кого-то задушил, на 8 лет попал, походу, вот. И, ну, там будет жестко, там именно ребята, которым ты будешь бить, он будет падать, он будет вставать и пытаться идти на тебя дальше. Поэтому я туда готовлюсь и настраиваюсь на то, что будет прям жестко и сложно, вот, и хочу туда подойти в максимально хорошей форме. Первый, наверное, выпускник топ-дога, Бавар Канаков, я имею в виду, подрался в БГФС, а смотрел бой? Я видел стердаун, видел то, что он вот этого движения сделал, позвал соперника к себе. Да, я думаю, Бавар, в принципе, всегда он показывает жесткие рубки. Я видел, ну, момент из поединка, было ярко, красиво, он, как всегда, шел в излюбленной своей манере подраться, вот. Я рад, что у него все получается, рад то, что у него жизнь не остановилась, что он как спортсмен идет дальше, что он в совершенстве развивается и желаю ему только успехов. У тебя с топ-догом нормальные отношения остались, ну, я имею в виду, человеческие? На самом деле, да, мы очень хорошо общаемся, очень в хорошем взаимодействии. Я помогаю в плане контента, делаем различные обзоры для социальных сетей и так далее. Вот, здание в хороших отношениях, но просто сейчас моя возможность выступлений чуть прервалась, вот. Больше идет работа на то, что я там могу взаимодействовать с ребятами. Вот, я рад всегда приезжать на турниры к ребятам, что проспект, что номерные турниры, вот. Там круто всегда можно провести время, да и, в принципе, вся та аудитория, которая там есть, очень близка, и очень хорошо со всеми общаюсь, и с фанатами, и с бойцами, и все всегда круто, поэтому всегда на позитиве. Продолжение следует...